МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елены Катаржина. В ближайшие 15 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу в первом и втором чтениях. Городская дума утвердила проект бюджета областного центра. Экологические плюсы и снижение энергозатрат. В Старой Руси после проведенной модернизации запустили в работу биологические очистные сооружения. Бенефис новгородского спорта. Лучшим спортсменам и тренерам области вручены награды по итогам сезона. Депутаты Думы Великого Новгорода на флажке года утвердили проект муниципального бюджета. Причем сразу в двух чтениях. Уточненный и доработанный документ представила председатель городского комитета финансов Елена Медеева. Доходы бюджета увеличены на 50 миллионов рублей. Эту прибыль предполагают получить от сдачи в аренду земельных участков в 2017-м. В этом свете пересмотрены расходы. Запланированы 5 миллионов рублей на ремонт школ и садов, находящихся в аварийном состоянии. Сохранится единовременная денежная поддержка при рождении двойни. Правда, ее сумма сократится вдвое и составит 200 тысяч рублей. Запланированы средства и на погашение долгов теплоэнерго за газ. Однако избежать дискуссий не удалось и в этот раз. Между тем, даже самые критически настроенные депутаты признали, финансовый документ городу необходим. В итоге парламентарии поддержали проект городского бюджета на 2017 год в первом и во втором чтениях. После его утверждения первый заместитель губернатора Вероника Минина поблагодарила депутатов и членов согласительной комиссии за труд и напомнила налоговой службе о необходимости активнее работать по наполнению доходной части бюджета. Подробнее о заседании смотрите в наших вечерних выпусках. В правительстве области состоялось совещание по вопросу учета объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Следующий год объявлен президентом страны годом экологии. Этой теме сейчас уделяется особое внимание. Накануне она обсуждалась на госсовете. В связи с изменениями в законодательстве, все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны встать на государственный учет. Принята программа по году экологии. Наша область в эту программу пошла. Но все прекрасно понимают, если мы не будем снижать негативное воздействие, то далеко мы не уйдем. На совещание были приглашены представители 13 крупнейших предприятий области. Многие из них еще даже не подали заявки о постановке на учет. Тем временем этот срок истекает уже 1 января. Всего же на данный момент на учете значатся 227 объектов, а на рассмотрении более 1200. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представление сведений для актуализации учетных, сведений влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 25 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели в этом случае приравниваются к юридическим лицам. Также в рамках совещания обсудили вопрос с утилизацией предприятиями отходов. Со следующего года производители обязаны самостоятельно утилизировать товары после утраты ими потребительских свойств, либо заключить договор с подрядной организацией или заплатить государству экологический сбор. В Старой Руси прошло торжественное открытие после модернизации биологических очистных сооружений. Проведенные работы позволят дать хороший экологический результат, а также снизить затраты электроэнергии. Торжественный запуск нового оборудования для подачи воздуха на линию биологической очистки сточных вод. Это лишь часть проведенной модернизации объекта. Произведена замена всей системы аэрации. Использованы более современные и долговечные материалы. Внедрены энергосберегающие технологии. Такого не делали давно очень, как построены очистные сооружения. Таких мероприятий глобальных не проводили. Тем более мы будем сейчас экономить на электроэнергии, потому что, если знаю, прошлый наш водоканал, ООО «Водоканал» в основном превратился в банкрот, обанкротился из-за большого потребления электроэнергии и долгов перед ТНС «Энерго». Само предприятие своих средств в модернизацию не вкладывало. Все работы выполнялись за счет энергосервисной компании, рассчитываться с которой старорусские коммунальщики будут в течение пяти лет из средств, сэкономленных за оплату электроэнергии. То есть инвестор гарантирует заявленную в проекте экономию, иначе своих денег он просто не получит. Это для нас удобно, выгодно, то есть получив современное оборудование, получив экономию. Кроме этого, ну еще, значит, в распоряжении предприятия там определенная сумма остается. То есть не полностью, но определенная сумма остается для предприятия. Биологический этап наиболее технологичный и важный в процессе очистки коммунально-бытовых стоков. И именно от него во многом зависит качество воды, которая попадет в полисть, а затем, соответственно, вловать Ильмень и Волхов. Модернизация БОС Старой Руси позволит не только продлить срок эксплуатации этих очистных сооружений еще как минимум на 10-15 лет, она дает и экологический эффект в виде снижения негативного воздействия на окружающую среду, позволяя сточные воды приводить к параметрам драмативным. Это не первый подобный проект в Новгородской области. По энергосервисным контрактам уже модернизированы биологические очистные сооружения в Боровичах, Валдае и Чудове. На очереди Пестово и Шимск. Из Старорусского района Алексей Дмитриев, Илья Круглов. Новости. Новгородское областное телевидение. Областной рыбохозяйственный совет подвел предварительные итоги работы отрасли в уходящем году. До начала обсуждения вице-губернатор Александр Бойцов вручил благодарственные письма от главы региона отличившимся представителям отрасли. Ключевым вопросом стали предварительные результаты выполнения в 2016 году целевых показателей в сфере рыболовства. По некоторым пунктам они оказались ниже заданных. Например, план добычи водных биоресурсов выполнен только на 79%. Это около 2,5 тысяч тонн. Они в прошлом году, если вот в табличках вот там есть заявленный объем изъятия водных биоресурсов, они заявили 2800 тонн сами, и мы договора на такую сумму сделали. А по программе было 2600. Но уж вроде бы должны выполнить, уложиться в это показатель 2600. А они не только 2800 не выполнили, они 2600 не выполняют. То есть как раз мы не можем влиять вот в этом плане. Вот такое стимулирование не получится. Положительные результаты наблюдаются в сфере рыбоводства. За минувший год в области выращено 180 тонн собственного рыбопосадочного материала. Увеличился и объем производства товарной рыбы. Это стало возможным за счет реализации рыбоводными организациями инвестиционных проектов в сфере аквакультуры. Также на заседании совета обратили внимание на необходимость повышения заработной платы рыбакам и рыбоводам с целью привлечения в отрасль молодых специалистов. Предстоящие праздничные каникулы – напряженное время для спасателей. В зоне особого внимания любители подлёдного лова. Если температура воздуха не пойдет на минус, их хобби будет опасным для жизни. Такие рейды традиционны во время оттепелей. Из-за плюсовых температур лёд пропитывается талой водой, становится рыхлым и таким образом существенно возрастает риск провалиться и оказаться в холодной воде. Походя на замерзший водоем, необходимо обращать внимание и на толщину льда. Вот вся толщина льда получается у нас. 11 сантиметров. 11 сантиметров для человека нормальный. Днешний на технике. Вы в курсе, что действует постановление администрации Великого Новгорода. О запрете выхода на лёд. Согласно этому постановлению, сейчас выход на лёд разрешен в определенных местах. Например, в технических зонах, таких как акватория канала Донец. И ключевой момент. Толщина ледяного покрова должна составлять не менее 25 сантиметров. Помощь в пресечении подобных нарушений новгородским спасателям оказывают представители городской администрации и полицейские. Цель проверок – предотвратить беду. В конце текущего года уже бывали случаи, когда человек провалился под лёд. К сожалению, некоторые из них с трагическим финалом. Смысл профилактики всегда есть, так как пусть не до пяти, но до одного рыбака всё равно удастся достучаться. И человек всё-таки поймёт, что на самом деле опасен выход на лёд. Так как статистика показывает, что всё-таки идёт уменьшение утоплений. Стоит отметить, что при совершении таких нарушений дело не ограничивается составлением протокола. Согласно административному кодексу, нарушителю полагается штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Максим Широковских, Савва Ушаков. Новости. Новгородское областное телевидение. В областной филармонии состоялась традиционная церемония подведения итогов спортивного сезона. Награды за высокие результаты были вручены ведущим спортсменам и тренерам Новгородской области. Этот ежегодный торжественный приём без преувеличения можно назвать бенефисом новгородского спорта. В зале те, кто на расстоянии вытянутой руки приблизился к Олимпийской вершине или сделал уверенные шаги в этом направлении. 2016 год принёс в общую копилку наших спортсменов более 400 наград соревнований разных уровней, в том числе чемпионатов мира. И сегодня я хочу сказать слова истинной благодарности всем тем, кто внёс вклад в развитие физической культуры и спорта нашей области. И сегодня мы чествуем тем, кто приумножает славу нашей великой новгородской земле. Традиционно самые выдающиеся новгородские спортсмены в этот вечер получили награды. В почётной грамотой Минспорта была отмечена тренер по плаванию Татьяна Кощеева. Кроме благодарственных писем губернатора и грамот правительства региона, на церемонии были вручены знаки мастер спорта международного класса и России. В числе тех, кто перешагнул ступень КМС, пловец Георгий Гальченко. А его брат Евгений в числе 50 выдающихся спортсменов и тренеров получил кубок и титул лучший в Новгородской области. Для старшего пловца в династии Гальченко этот год, можно сказать, стал золотым. У меня две золотые медали на первенство Европы по плаванию. Оно было в июле. Планка, который предстоит достичь? В 17-м ваших задачах? Отобраться на чемпионат Европы, на чемпионате России. Либо, это уж, конечно, повыше планка, на чемпионат мира. Также титул лучший спортсменов в Новгородской области получила и победительница Кубка мира по плаванию Ксения Василёнок. А их общий с Евгением Гальченко наставник Елена Иванова удостоилась звания лучший тренер Новгородской области. Эти же высшие региональные титулы были присуждены тренером по спортивной акробатике супругом Фёдоровым и их воспитанникам, чемпионом Михаилу Вихрову и Василию Смирнову. Лучшими командами области стали «Форсаж» в Канупола, «Ети-2004» в хоккее, «Варяг» в регби. Творческий подарок гостям праздника преподнесли юные новгородские танцоры. Представителям одного из самых красивых и грациозных видов спорта уходящий год принёс тоже немало побед. Об этом их тренер говорит с гордостью. Наши спортсмены активно приняли участие в первенствах чемпионатах Северо-Запада, которые мы проводили в этом году. Восстановили традицию. Эти соревнования мы не проводили уже 4 года. И снова вошли в колею Северо-Запада. Активно участвуем в выездных соревнованиях. Стали финалистами межрегиональных соревнований в Санкт-Петербурге, Ярославле. Но ребята много ездят. Все сидящие в зале – это гордость Новгородской области и лучшее доказательство, что спорт в регионе не стоит на месте. Именно для того, чтобы всё чаще на российских и мировых турнирах звучали имена новгородских спортсменов, троятся фоки и стадионы, открываются школы. Впереди строительство второй очереди электронных комплексов в Чудове и Мышинском. А значит, славная летопись новгородского спорта пополнится ещё не одним именем чемпиона. Ольга Ионова, Сергей Корнев. Новости Новгородское областное телевидение. К этому часу всё. Интересную информацию вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды о развитии событий в наших вечерних выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова